Это заведение общепита, одно из немногих в пролетарском районе Саранска, поэтому популярностью пользуется и о том, что в феврале этого года здесь нашли санитарные нарушения, которые могли стоить посетителям здоровья, а то и жизни стало известно только сейчас. Здравствуйте, 10 телеканал, наша новость, Людмила Кусерова меня зовут. Здравствуйте, у нас сейчас руководства нет на месте, по остальным вопросам я не могу вам ответить, к сожалению. Администратор кафе Екатерина немного растеряна. Официального указания от своего руководства озвучивать почти интимные подробности кухонной жизни заведения девушка не получала. Однако, не скрывает, проверка в феврале была и нашла нарушения, от которых, правда, никто из посетителей не пострадал, от себя добавим, каким-то чудом. Наше заведение популярно, пользуется популярностью тем, что звонят доставки, приходят к нам. Ну, в основном у нас проходимость пятница, суббота, воскресенье. А вот в Роспотребнадзоре тайну раскрывают. Оказывается, в кафе были серьезно нарушены санитарные нормы, и кишечная палочка в роллах – это лишь последствия. А вот основных причин несколько. Были нарушения условий хранения продуктов, и никто не мог доказать, что срок их годности не истек. А несколько сотрудников работали без медосмотра, так что в блюда посетителей мог попасть и более опасный микроб. Нарушены условия соблюдения личной гигиены, правила приготовления готовых блюд, температурный режим. Поэтому повар и индивидуальный предприниматель были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, и также выдано предписание об устранении выявленных замечаний. Проверки заведений общепитов саранские сотрудники Роспотребнадзора проводили в преддверии футбольного чемпионата, и в половине городских кафе и ресторанов нашли идентичные санитарные нарушения. Которые, говорят в надзорной организации, были устранены в установленный законом срок. Жалоб от посетителей не поступало, поэтому ревизоры рекомендуют не делать из этого трагедию. Ведь от кишечной палочки пока еще никто не умер. Это неоднозначно, что это вызовет заболевание у людей, но восприимчивость разная, поэтому возможно возникновение кишечной инфекции, но опять же не во всех случаях. Пронесет или нет, кого-то в следующий раз при таком санитарном раскладе в городских кафе приходится только догадываться. Но в том самом заведении, которое угощало своих клиентов опасными блюдами, теперь все хорошо. И людей, которые явились причиной нарушений, в штате уже нет. Людмила Кусерова, Александр Данилов. Наши новости. Домали Кусерова. Продолжение следует... Продолжение следует...